приветствую вас друзья на связи антиквар мы продолжаем играть в демиургов вторых и сегодня на очереди у нас вторая миссия которая называется источник жизни что мне нравится здесь можно выбрать сложность перед каждой миссией прикольно то есть ты его вы выбираешь не на всю кампанию а именно перед миссией и это прям вот занятно как по мне ну давайте мы послушаем что нам расскажут эйлин прослеживает путь синтетов до заповедного леса там она должна защитить источник жизни от ржавых завоевателей а также от неизвестного воина встреченного на дороге неизвестный воин встречные на дороге изумительно в общем опять надо всех победить опять на наши хрупкие плечи витальские или виталские правильно сказать возложена ноша по спасению мира но что делать начинаю к этому привыкать смотрим очередное вступление я должна торопиться иначе враг доберется до источника жизни ну что давайте сделаем сохранение в начале так на всякий случай мало ли что тут с нами случится какой-нибудь третий файл создадим для этого ну и прежде чем мы с головой погрузимся в захватывающий мир приключений я бы хотел сказать огромное спасибо всем зрителям за вашу активность вообще не ожидал что первая серия поди мюргом 2 вызовет настолько серьезный интерес хочется верить что такая активности такой интерес сохраняться и в дальнейшем понятное дело что немного они уменьшатся то есть кто-то взглянул на эту игру и принял для себя решение не продолжать просмотры но это в общем-то нормальная история но если вы продолжите и дальше писать также так много комментариев советами и рекомендациями я во-первых намного быстрее научусь играть в эту игру ну и во-вторых ролики станут гораздо интереснее как вы понимаете так ну ладно давайте мы будем осматриваться на местности и думать куда двигаться дальше да кстати я когда все-таки занимаюсь прохождением каких-то игр особенно если они новые незнакомые для меня я делают достаточно ответственно в частности я по демиургом 2 почитал информацию и узнал такую прелюбопытную историю состоит она в следующем что всего в игре 5 компаний не две как можно было подумать и как я подумал в начале опять причем они идут парные то есть мы начали компанию за виталов и после нее нам нужно будет проходить компанию за синтетов если я правильно все понял если бы мы начали компанию за хаотов то потом нам бы пришлось проходить компанию за кинетов ну и после прохождения двух компаний независимо от той связки которую ты выберешь тебе откроется 5 компания за какое-то вот супер там создание я сейчас не запомню так ладно не будем больше отвлекаться лаборатория алхимика продает обычные заклинания с магией обычные заклинания с магией так смотрим вау слушайте я знаете как как себя почувствовал сейчас как ребенок которого первый раз пустили в магазин со сладостями и он такой стоит перед прилавком видит все вот эти пирожные кексы там кто что любит и такой ничего себе вот это я удачно зашел и деньги у него главное с собой есть в приличном объеме хотя прилично надо посмотреть чё сколько стоит но от благословение леса а стоит 25 до это что у нас такое это у нас эфирный родник 16 я понял нас 260 растений ну и вот карты заканчиваются так ладно сейчас я совсем ознакомлюсь единственное что у меня сразу же возникает вопрос а я могу здесь только покупать заклинание или продавать тоже просто если мы возьмем ну предположим эфирный родник он стоит единицу эфира дает три единицы эфира то при покупке эфирного родника капли эфира нам не нужна но она просто хуже то есть я могу сюда переложить каплю эфира тогда я могу переложить но чё-то ничего не меняется да ну то есть я не вижу чтобы ничего прибавлялось у меня как было так и есть но тогда нет тогда я не буду продавать вы мне пожалуйста в комментариях этот момент расскажите чтобы я понимал нужно ли здесь оставлять заклинание или если их можно продать то как это сделать возможно нужно что-то нажать хоть комбинацию клавиш я вот пока честно не понимаю не разобрался так ну ладно давайте смотреть что у нас здесь благословение леса это мы видели за 3 единицы эфира плюс 2 силы и здоровья нашим созданием хорошая штука обязательно возьмем эфирный родник тоже хорошая штука но брать или нет подумаю короче есть мысль на этот счет чары оздоровление многократные 2 единицы эфира а потом за единицу эфира дает 2 единицы здоровья кстати благодаря вашим комментариям я разобрался как использовать многократный чар а то до этого у меня не было понимания призрак василиска цена 2 единицы эфира зачарованное создание становится ядовитым любопытно ядовитое создание напомню для тех кто тоже новичок как и я в игре это такое которое бьет создание противника даже если она его не убивает то создание противника умирает в конце хода кольцо камней цена 3 единицы эфира и 1 дает 1 эфирный канал любопытно стоит недорого это у это вообще дешево девяточку дает сколько 16 симбиоз цена единицы эфира получить 2 единицы здоровья за каждое создание в игре за каждое и у меня и у противника джимба какая-то лютая это мы обязательно возьмем ну-ка давайте мы сразу возьмем вот это причем ну парочку то точно так ладно все пока на этом ограничимся вор 3 единицы эфира создание получает способность грабитель 2 скобочках 2 противник должен сбросить руки две случайным образом выбранных заклинания 2 случайным образом выбранных заклинания всякий раз когда создание с этой способностью наносит ему урон вот это очень интересно смотрите мы накидываем вора на нашего шершня какого-нибудь которого не блокируют сухопутные юниты и все и он начинает у оппонента 3 заклинания кстати с интерфейсом у оппонентов я тоже разобрался но в бою расскажу ну и наконец причудливый обмен пожертвовать создание уничтожить указанное создание владелец уничтоженного создания получает икс единицы здоровья икс здоровья уничтоженного создания но это не для виталов у виталов лечение происходит другим более естественным и безболезненным образом не надо ради этого никого убивать да это не наша тема короче так еще у меня вопрос нужно ли мне все здесь сливать прям в ноль или или как и или мне вот поэкономить слушайте но благословение леса я бы вот все взял если честно хотя жалко прям все сливать так вот эти штучки тоже парочку беру вор обязательно беру ну наверное одного мне хватит кольцо камней тоже беру вор хватит одного или нет даже я не знаю эфирный родник но по идее эфирный родник тоже надо взять пару штук пару эфирных родников пару усиление я бы все-таки взял еще одно слушайте я здесь все сейчас солью ну вот это я не буду брать причудливый обмен а вот призрак василиска но я наверно тоже парочку возьму и наверное еще одно кольцо камней в общем слил я все почти симбиоз взять нет так-то клево и вот кусты вот этот вот живительный листик я не знаю чего акации тоже хорошая штука я могу взять как раз это и это да вора хватит ни одного ну а зачем мне два я же не буду два вора вот этих ставить в руку я так понимаю что вот эти заклинания если они обычные то они не мне писали просто комментариях что из кит заклинания которые покупаются вот и 5 штук купил 5 раз их использовал то есть это не так правильно это обычное заклинание которое у меня вот так и есть так и будут в руке единственное что она это я купил вторую эти я все три взял слушайте давайте я не буду жадничать вот так вот солью 258 кстати за камни я здесь ничего купить не могу здесь все продается именно за растение но это меня полностью устраивает да короче активная колода должна содержать в общем нужное количество карт я понял ну давайте мы поставим сюда что каплю родника убрал каплю эфира давайте вот так сделаем пустился во все тяжкие слил слил вообще все травки которые есть я слышу тревогу в шелесте листьев похоже что в заповедную рощу проникли синтеты маруна такая да на стрёме прибежала такая перепуганная так чего же ты ждешь пойдем и очистим рощу от ржавых ты не я не прошли обряды священных испытаний и не можем войти в священную рощу сила леса уничтожит непосвященного если он посмеет приблизиться к источнику жизни мы должны ждать пока подойдут посвященные войны или хранитель рощи я готова принять от леса свою сумму я войду в заповедную рощу и исполню свой долг и пусть битва будет моим посвящением ты же оставайся здесь и охраняй выход если не смеешь войти со мной ну то что эйлин дерзкая барышня мы поняли еще в прошлой серии когда столкнулись с первым героем синтетов ну и тут она только подтверждает этот статус так слушайте ну пошли чего то есть вот эта граница заповедной рощи да так кстати границы заповедной рощи а сюда мы не можем перейти я должна торопиться иначе ржавчина осквернит священный источник ну то есть нельзя да я понял все понятно то есть мы идем в рощу замечательно вот кстати травка которую мы по дороге можем под собрать а выйти мы можем отсюда обратно и в магазин сходить ну по идее да ну вроде как я купил все что хотел поэтому наверное это не очень актуально так здесь о первый бой второй бой платоядный фингус фингуса это надолго как мы помним тут малый прыгун ну я даже и не знаю пойдемте к фингусу наверное или куда сначала в общем то наверное без разницы давайте к фингусу сходим так колода колода это важно прежде всего давайте все очистим чтобы было понятно что набирать у меня я так на досуге поразмышлял как это все должно работать возможно я пришел к неправильным выводам слушайте а у меня было одно благословение то есть у меня четыре их ну и ладно было и было еще знаете что у меня какой вопрос они тут кончик кнопочки легко не горячие клавиши чтобы взять и всю колоду отсортировать о ну скажем так по ценности карт то чтобы в начале были самые простые потом были посложнее ну и чтобы они подряд шли хотя бы а то как-то у меня тут все нарушено разрушено это в общем то не очень прикольно так что мне нужно мне во первых нужны карты на лечение ну вот для начала лес мне не нужен с фингусами это абсолютно точно я беру оздоровление заодно я проверю насколько я понял как работает но вроде я разобрался вроде не должно быть проблемы так мне нужен симбиоз хотя бы один я могу по четыре раза карты разыгрывать поэтому будет более чем достаточно мы деремся против фингусов противных поэтому я возьму себе всех крылатых которые только есть у меня не знаю насколько опять же это адекватно брать прямых всех я возьму пару вот таких вот карт опять же насколько это адекватно до пару усилений обязательном ядовитую вот такую штучку слушайте хотя ядовитая штучка ладно сейчас я подумаю ядовитая нужно объясню в бою для чего насколько у меня есть место под вот эти вот родники не уверен рассеивание взять бы хотелось наверное рассеивание взять бы хотелось да нужны еще какие-то обычные солдаты возможно просто даже молодые древние но молодые может и не очень хорошо они конечно подешевле но они сразу будут умирать от первого же выстрела первого самого слабенького фингуса что наверно не очень хорошо вот так еще два места у нас в колоде два места в колоде так так как так так что мне взять что мне взять возможно взять обычного одного еще пусть будет дорогих древний брать не буду тут мне кажется в них смысла то особенного нету два усиления так что еще может я чё забыл может я что-то упускаю из виды вор нужен мне вор мне определенно нужен да вот так вот такой колода я буду пробовать это делать кстати мне написали еще в комментариях что у меня специализация стоит не очень экономия зарядов ну просто у меня тут выбора нет у меня есть еще бессмертие фингусов но ну как бы мне зачем если у меня в колоде вот сейчас нет ни одного понимаю да согласен что экономия зарядов при наличии ресурсов еще и продвинутых ну это такая себе история ну да тут что-то получше возьму что-то получше ладно очень много разговоров на старте давайте уже ворвемся в бой платоядный фингус ух ну правда я старше его на два уровня но изумительная рука на старте ничего не могу сделать даже близко ладно ничего страшного это же не не навсегда правда могу вот кинуть призрак василиска но не на кого проблема так ладно на следующий ход я надеюсь вызову первую пчелку хотя бы пока все мимо меня до вызову отлично могу пчелку могу но молодого древняя может мне давайте сразу пчелку вызывать с этого начнем да с этого мы и начнем хорошо прекрасно это у нас до специализация сработала мы не потратили заряд заклинания но насколько это имеет какую-то важность для нас я не уверен если честно так здесь мы давайте пчелку усилим ну и пусть идет в атаку правильно ну да почему бы и нет получи фингус просто получи ну и он вызывает вот этих ребят которые в общем то толком но не вот эти могут хотя бы по мне стрелять да то есть вряд ли тут будут стрелять по пчелке но потому что какой в этом смысл и мне кстати знаете еще что нужно сделать мне бы нужно я так полагаю поразыгрывать вот эту карту сколько стоит а ну то есть я три эфира заплатил и теперь могу пользоваться правильно я понимаю я вызываю обычного самого стандартного молодого древня и сейчас давайте его пожертвую правда у меня будет тогда два заклинания до придут но у меня уйдет мистический шершень к сожалению то есть у меня просто вы не хватает поля так ладно это вот не очень хороший момент ну я думаю не страшно тут не очень серьезный оппонент поэтому я пока скажем так раскрытирую если так можно сказать поздно пришла вот эта карта эфирный урожай она очень замечательная но вот поздновато что делать пошли по мне стрелять но ничего мне тут пришло лечение у меня есть симбиоз сейчас дела пойдут пришли даже два у меня даже два эфирных урожая не так поздно но друзья мои у это не серьезно давайте древний вызовем раз такое дело оздоровление бабах не сейчас мы все карты сыграем короче сразу но вы поняли да как играются многоразовые заклинания то есть мы нажимаем на то есть смотрите вот это вот полосочка опять же для новичков какие-то пояснения сделаю вот эта полоска где наше заклинание которое есть в руке мы нажали на героин напомню то есть когда ты на кого-то нажимаешь сверху появится полоска если она есть видите если есть какие-то эффекты заклинания наложены вот мы на нашего магического шершня наложили благословение леса и вот нам показывают а нажимаем на героя видим какие многоразовые заклинания и эффекты на нем есть и вот тут мы уже можем смотреть вот у нас оздоровление многократное платим единичку эфиру получаем два здоровья да кстати друзья я тут ускорил анимацию вы мне напишите как вам в таком виде мне кажется это все поживее как-то бодрее смотрится и еще моменты которым напишите смотрите они что-то не помню в первой серии я показывал тут есть четыре варианта обзора он показывал то есть со спины два вот таких и 2 когда мы смотрим на нашего героя на нашу героиню на эйлин какой вам больше нравится то есть мне как бы не то чтобы принципиально могу поставить из-за которой больше людей выскажутся так ну что ты давай вики вперед что-то фингус какой-то беззубый прямо скажем ну слишком уж он от нас отстает по своему уровню да то есть вот он может конечно по постреливать так героя ну вот сюда накинуть усиление он кстати может пожертвовать и до забрать нашего шершня вот вам и беззубый фингус вот ведь а так ладно не отчаиваемся это раз сейчас мы будем тут спамить заклинаниями это 2 теперь ты можешь походить то есть по идее я сейчас им пойду и меня будут блокируют а если я его делаю ядовитым то есть мне тут пишут что он не давит нет от регенерация где где ядовит его если создание обладающей способностью нанесло физический урон созданию противника то поврежденное создание гибнет в конце текущего хода ну сейчас мы еще здесь полечимся ну и наверное отправим паренька в атаку хотя можем пожертвовать вот этим посмотреть что нам придет еще или не будем да не наверно пока не будем давайте просто отправим в атаку ну и зная что на нем яд они его не защищают иначе бы они умерли в конце хода не хочет он тратить своих вот фингусов усиленных понятно нет вопросов я все понял ну и и я так понимаю что у этого паренька специализация бессмертия фингусов но что-то она как-то не срабатывает у него если честно куча у меня а вот смотрите почему у меня не сохранилась энергия то есть то что я получаю за призыв его войска получается мне не идет в актив да у меня вот мои 7 сколько у меня есть эфирных каналов только на начало входа и остается но судя по всему так ладно давайте мы вот этого паренька сейчас пожертвуем посмотрим что нам дадут а нам дают хорошую карту нам дают отличную карту мистического шершня это вот прям изумительно давайте мы его еще усилим давайте мы наверное симбиоз бабах ним просто посмотреть у нас было 20 здоровья сколько станет 34 да но 7 существ на поле боя приколь вот это прикольная история здоровья себе бафать а вот он закрывается маленьким да а вот и специализация бессмертия фингусов но у нас яд был сработает яд или нет нет то есть специализация перекрывает действия моей карты правильно любопытно вот это любопытно я как раз у меня тоже был вопрос на этот счет что первично в данном случае но оказывается первично именно специализация героя если она сработала то всякие яды отменились вот когда над был симбиоз то бахать да их сколько тут собралось слушать а мне могут час шершню положить могут запросто положить шершня ну-ка давай-ка мы вот тебя раз все равно от тебя никто не закрывается призовем еще кого-нибудь ну призовем наверно еще шершня да думаю что это будет самый правильный момент здесь усиливаем дополнительно тоже не будет лишним он идет в атаку кстати говоря ну и мы полечимся еще мне писали в комментариях и тоже я читал этот момент что в демюргах 2 когда ты играешь за виталов очень длинные бои очень растянутые что виталов тяжело победить за счет их колоссальной способности генерировать себе здоровье но при этом у них нет инструментов чтобы самим быстро побеждать и часто бои могут у них сводиться к тому что начинается вот это вот эфирное возмущение кого из героев первого убьет молнией да то есть кто кого пересидит на карте ну не буду зарекаться что таких боев у меня не будет скорее всего будут готовьтесь но я к чему потому что у других трех раз в игре у них бои гораздо более скоротичный и динамичный но мы вот уже начали за виталов поэтому чё уж тут говорить о как а смысл вам вот это делать если у меня подлетает все равно другой шершень и добивает вашего создателя вашего демюрга так ладно благословение цена 2 единицы эфиры силой здоровья зачарованного создания увеличивается на 4 до конца хода неплохо неплохо так и ураган следующие заклинание артефакты заклинания мне пишут где что это заклинание артефакт или про артефакт было бы выделено по-другому три единицы эфира уничтожает указанное летающее создание но мы пока летающих здесь не видели создание ну наверно хорошо что нам это дали так а тут тупичок то есть мы просто подрались за немножко опыта и пару новых карт кстати колода себя хорошо показал я вот чё сказал чё бы отметил то есть по крайней мере я считаю что нормально так прыгун уровень 3 ну тоже не должно у нас быть с ним проблем единственное что поскольку мы играем с прыгуном не знаю насколько нам нужно сейчас призрак василиска я не уверен если честно сейчас подождите тут колоду вообще надо пересобрать мне кажется вот эту вот карту можно оставить одну а вот леса взять 2 почему потому что мне лес прям вот нужен чтобы он пришел так что еще нужно сделать у нас есть две ячейки дам нужно еще взять наверное древний причем древний простых он может насколько я понял у синтетов часто бывает тактика что они спамят быстро большое количество слабеньких юнитов которые сразу же начинают меня долбить но чтобы от этого защищаться мне нужны древние причем древние мне нужны самые бюджетные вот что я вам скажу еще есть один слот подо что-то подо что-то один слот я даже и не знаю так древень или и или пчелка ну древень можно взять конечно древний конь мощно он вообще за 6 единиц эфира 44 но я есть честно в нем смысла особенно вот пока по крайней мере не вижу можно взять какой-нибудь родник чтобы в начале если придет то решить проблему с маной кольцо камней эфирный канал сделать эфирный родник может быть давайте наверное да у меня в какой-то момент будет очень много маны но наверное перебор все-таки по заклинаниям слушайте я вот смотрю и думаю не перебор ли леса много ну а если он не придет будут проблемы да так по крайней мере когда его 2 в холоде больше вероятность выше шанс что он придет магический шершень так ладно я чё-то тут задумался не должно у меня больших проблем быть с существом третьего уровня специализация возрождение герой меч но тут специализацию окажется пишет оказывается да пишет можно было и у фингуса посмотреть герой имеет шанс будучи убитым в бою воскреснуть на месте но лишь с половиной исходного здоровья то есть восемь единиц у него будет ну ладно воскреснешь и сам себе хуже сделаешь я могу сказать вот он он родничок изумительно и мы древние выставляем супер ну не зря родник брал уже смотрите-ка уже не зря брал родник это радует когда выбор который ты сделал так сразу же срабатывает так две единички 4 единички я не могу его блокировать древним но я могу но он тогда умрет не давайте потерпим чтобы этим древним работать блокировать нужно хотя бы единичка маны по поводу того как работает регенерация о отличный лес пришел сейчас я вам объясню а вот смотрите у меня написано регенерация 1 это означает что когда какое-то создание врага идет атаковать вашего героя вы подставляете его и у врага может быть 100-100 урона я не знаю тут таких наверное нет в общем не важно сколько он урона нанесет если он убивает древние если урон превышает его здоровье но у вас есть вот это вот единичка маны почему единичка эфира да потому что регенерации написано в скобочках 1 может написано еще быть 2 и 3 так вот в его случае если есть единичка эфира то он выживает то есть он возвращается отходит обратно он урона врагу не наносит отходит обратно с полным здоровьем лес мы делаем лес обязательно надо делать против этого товарища очень здорово что он так быстро пришел лучше хочу вам сказать эти карты от меня никуда не убегут так ну что можно даже в атаку кстати сходить просто почему бы и нет объем вот этого малого прыгуна хотя он на нем на эффект какой искаженное улучшение он то есть теряет здоровье и так он сейчас умрет а это у нас перестановку зачарованного создания значение силы и здоровья меняются местами я понял так чё мы делаем-то отковать его не отковать или оставить на всякий случай если он кого-нибудь призовет она бафать чтобы мы могли защититься вообще логично звучит давайте мы вот это вот разыграем пока использовать не будем в общем в общем не будем бросаться в атаку да этот откинулся но может призвать но да что еще хотел показать я почему-то вначале прям не тяжело было не тяжело было почему-то я не обратил внимание вот он прыгнул да тут есть у нас есть вот четыре иконки у него есть такие же четыре значка это могильник это количество погибших погибших существ а но сейчас тут у него откинулся как раз вот этот прыгун его который он вызывал это что такое у нас как это называется показать чары на ну да вот на мне на вот у меня есть чары которые лес который я наколдовал и оздоровление да у него таких чар нет у него в руке 5 карт у меня четыре и артефактов не у него у меня нет ни у меня нет здоровья не 16 2 эфира 2 магических каналов то есть все вот можно посмотреть про противника тоже слушайте он придется наверное n-то усиливать 3 единицы и ты слушать а давайте мы ему дадим вора что-то у него много карт в руке даем вора н-ту ну в смысле древню геройское прошлое дает себя знать лечимся на всякий случай но если он просто пойдет сейчас в атаку он потом будет отдыхать и защититься все равно не сможет и вот смотрите 5 карт в руке он не убьет и минус 2 карта он теряет за счет того что мы вора на него накинули короче когда я вот эти моменты узнал с регенерацией с многоразовыми заклинаниями мне прямо легче стало жить демюрги 2 засверкали новыми краски слушайте а блокирует то я не могу вот я потратил эфир но не эфир потратила и эфир потратил и он меня точнее в атаку сходил ладно эфир ты даже ну значит еще немножко урона получаю чё делать ладно не страшно не страшно это карты пока заходят такие себе прямо скажем давайте мы вот это вот сделаем пока и оставим единичку эфира на регенерацию и блокирование да пока скалоды не очень ну как на старте прям повезло да родник зашел лес зашел я тражента этого призвал а дальше как то вот немножко не то дальше как то немножко не то пошло так ладно мы делаем вот так и мы идем в атаку чё сидеть и полечимся если что под защищается вот этот наш энд его не приносим пока в жертву просто это не нужно так тут товарищ отъехал но герой час нас память но во первых он делает ремонт наносит нам единицу урона а он может даже не единицу так нанести да смотрите он колдуя ремонт может возвращает указанное создание из могильника и наносит урон нашему герою равной силе возвращенного противника у этого единичка было и он единичку и на нет но смотреть полд регенерации видите у нас одна одна жизнь одно здоровье вот мы его блокируем у нас есть эфир обратите внимание мне нужна единичку об единичка эфира тратится наш н возвращается обратно вот так вот это работает опять энд да опять не древень ладно бывает такое так ну давайте ка мы тебя ничего личного дружище просто бизнес ну просто кого-то надо было приносить в жертву то выбор пал на тебя ну и мы колдуем вызываем шершня наконец-то вот это посерьезнее ну и этого древня мы оставляем в атаке в атаке оставляем защите просто для того чтобы заблокироваться при случае при необходимости хотя заблокироваться как-то у меня эфир то страчен на это его не бьет а это что такое было удаляет чары а лечение он меня удалил да понимаю понимаю неплохой выбор наверное но можно было что-то и повеселее придумать так ну-ка так нет стоп 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 здесь давайте мы шершня нашего усилим в атаку отправим и чем малыша пожертвуем вот этого давайте ну то есть крайнем случае можем призвать вот этого обычного а можем сыграть эфирный урожай да наверное пока так хорошо ну все шершень у нас есть теперь дела пойдут по изничтожению этого товарища тут уже прям вопрос времени причем не очень долго могло все быть побыстрее но как я уже сказал колода вот не очень располагала в начале к тому что все было быстро ну что вызываем еще ну давайте вот это для меня будет бесплатный призыв так как у меня есть заклинание эфирный урожай да вот у нас было 7 мы его призвали опять у нас 7 мы можем что призвать еще одну пчелку в смысле шершня еще одного ну усилить вот этого и отправить в атаку можно кстати всех отправить в атаку и то что вот этим защитимся но в мысли и древняя тоже тем более что на нем грабитель есть и он сейчас еще и две карты у него из колоды заберет хорошо ну пока такие бои я бы сказал лайтовенькие но учитывая что в первой миссии мы видели не лайтовенькие бои я думаю что в этой нас тоже они ждут просто чуть погодя возвращает он себе обычного этого прыгуна да ну и будет час вероятно его усиливать со всех сторон как надо бы мне лечиться не забывать что-то я забываю это делать но приятель это не серьезно вот что я тебе скажу просто не серьезно хорошая попытка была но слабовата в то же время ну что мы тебя добиваем а ну как мы его добиваем мы пытаемся его добить конечно же да но там как пойдет потому что потому что он может воскреснуть с восьмеркой жизни напомню вам так ну давай сразу используем сожалению не вполне те карты пришли которые я ждал но в целом нормально куда давай тебе дадим что-то усиление еще так что ехать эфирный урожай на будет плюс восемь жизней наверное не очень пока это актуально слушайте а если мы вот так сделаем он будет вообще блокировать вот этого пытаться товарища просто если он него не заблокирует мы бьем 4 выбиваем даже там в крыша воскресает потом будет 7 потом будет еще 2 то есть видите здесь еще очередность ходов как вы их отправляете так они бьют от 1 2 будет от 3 смотрим чем будет делать нет он не блокирует будет воскресать нет нет без всяких воскрешений и всего подобного обнаружены следующие заклинания артефакты матка пчел целых 2 цена 3 единицы эфира не может атаковать летает регенерация 2 быстро быстрота пчел все пчелы получают первый удар ярость пчел когда матка пчел погибает все пчелы становятся агрессивными до конца следующей фазы атаки владельца я не дочитал спокойно порождает пчелу за принудительный отдых и 2 единицы эфира порождает пчелу за принудительный отдых и 2 единицы эфира призывает пчелу война я даже и не знает лучше 3 единицы она стоит да ну давайте мы ее наверное возьмем посмотреть что это за звери с чем ее едят ну все да и сейчас на самом деле много от того с кем нам драться придется клюющийся фингус нормально наверное вот с ним как раз можно использовать лес мы выкидываем что вместо леса я думаю обычного шерсти еще одного взять даже я и не знаю слушайте эфирный родник ну наверно себя неплохо зарекомендовал да сказать что плохо то я не могу лес нам точно не нужен в этом бою ну давайте так у нас будут военно-воздушные силы кинетов кинет почему кинетов виталов что-то я не о том думаю в общем ввск ввс в ввс в что-то на язык не ложится плохая аббревиатура забыли так ну ладно поехали а он первого уровня я тут что-то выстраиваю он первого уровня бедолага но это понятно пушечное мясо но пушечная не пушечная колода сразу же не потащила не срослось ну давай хотя бы тебя вызовем правда сейчас скорее всего отъедешь от его фингуса да будет он фингуса набивать нашего древних молодого сразу же бабахнул и еще одного призвал ну пока все логично но мы вызовем древняя уже обычного да опытного более такого серьезного парня которого один фингус не заплюет вот если он призовет второго а у него судя по всему сейчас призовет да то вдвоем они справятся с этой задачей не самый как выяснилось сложный так 4 у меня 4 но мы давайте пчелку сразу же тогда раз 4 эфира 4 эфира это уже хорошо это уже сейчас у нас дела пойдут пободрее а у него есть у него есть не только фингус и у него есть клещи так-то клеща надо кем-то блокировать а мне так-то это и неким делать да слушайте ладно здесь мы идем в атаку в любом случае от клеща будем получать ну просто у нас пока ни одного древня то есть ясно что древние замечательно будут с этим справляться но ладно это не страшно это не страшно тут прям вот с таким оппонентом низкоуровневым это в общем смотрите нового реально приходят одни шершни даже пчелы не приходят которых я хотел потестировать ну и как-то мне приносите в жертву шершни тоже не хочется ну а главное зачем я просто в атаку иду всеми да и все вот это вот тоже сыграем то есть мы его просто должны быстро убить да и все еще мне непонятно почему он клещом не пошел в атаку такая тоже загадочная для меня ситуация но видимо были у него какие-то причины атакует он нашу героиня от еще он набавывает атаку шестерочку уже слушайте мне нужен да нет я не буду защищаться мне нужен древень прям вот нужен нет я не буду защищаться я кстати друзья мои понял почему я топлю за вид именно такой но просто обратите внимание а вот и древень кстати спасибо спасибо димир битва вы тоже умеете меня слышать как и другие игры так вот почему это плюс за такой фронтальный вид на нашего героя на нашу героиня но просто не туда нажал сейчас секундочку просто вот вид сзади и вид спереди ну мне кажется что вид спереди гораздо выигрышнее для молодой витальский барышни ну по крайней мере на мой взгляд так ладненько давайте призвали все есть нам кем защищаться уже хорошо еще одну пчелку призвали это уже инвестиции в будущее ну хотя будущего у этого фингуса не будет прямо скажем будет она очень недолгим но с другой стороны когда ты имеешь такой перевес по уровню над оппонентом над компьютерным тем более не над человеком то тут как-то гордиться своими достижениями что смотрите как я его победил но это не очень серьезно а вот я бы сейчас на его месте убил бы молодого древний отправил бы в атаку плеща тем более у него восьмая атака ну ясно в общем без разницы все это уже без разницы по идее хватило бы и первого шершня ну в общем полетела их в итоге 3 еще момент не нужно ли мне в плане лечения карт добавить а то что то как то вот этих особо и не хватает хотя бы обычную килку поставить паутина душ цена единицы эфира владелец этих чар получает единицу здоровья всякий раз когда любое создание отправляется в могиле ну ураган мы уже видели слушайте вроде как неплохо с одной стороны а с другой стороны опять же это было бы здорово для других рас у которых нет лечения у виталов она есть ну то есть у виталов есть другие инструменты для того чтобы восстановить себе здоровье мне кажется что это не очень как-то правильно так тут что гигантский фингуса здоровье 38 уровень 5 бессмертные фингуса ага механический червь мне опыта надо еще сколько 250 до уровень нет подождите что-то я запутался текущий опыт 405 а опыт уровня 5 они все все я разобрался все нормально спокойно я на четвертом уровне 4 уровень давали когда достиг 250 получил 250 опыта сейчас у меня 405 5 уровень дадут на 500 единицах опыта ну и мне за червя не дадут так много опыта поэтому наверное надо пробовать гигантского фингуса причем что я так понимаю ну я не вижу есть тут проход или нет тут кстати ресурс замерзшее пламя нет здесь нет прохода можно так карту повернуть то есть мы бьемся за свиток пылевой бури чтобы это не было и за замерзшее пламя ну давайте попробуем давайте попробуем и надо понять что нам делать с этим товарищем вот это я наверное уберу матку пчел я так и не увидел да в деле как бы это странно не звучало почему-то мне не дали на нее посмотреть так 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 он что будет делать он будет спамить фингусов видимо больших вот этих вот всяких страшных разных а подождите надо сообразить то есть мне в битве с ним по-любому нужны пчелы ну в смысле не пчелы а матку пчел я буду пробовать все-таки не на фингусе пятого уровня на ком нить попроще вон на черве попробую в двух маток возьму и там я в любом случае вы выиграю так слушайте мне нужен один вот этот вот клюв василиска или как он там называется как он называется при призрак василиска пара слабеньких древний наверное да еще одна хилочка я я вполне допускаю что мне придется с этим фингусом бодаться в настакивании здоровья вполне допускаю так еще один нужен мне еще один мистический шершень хороший вопрос наверное нужен наверное мне нужен еще один древень какой-нибудь причем не молодой а вот старый наверное подойдет и мне нужно знаете чего и мне нужно что-то еще же мне было нужно а ну наверное карта которая у нас позволяет приносить в жертву создание давайте вот такой колодой попробуем поиграть ну да давайте попробуем ну в первом раунде сделать ничего не могу это нормально ну он погнал призывать каких фингусов плотаядных а мы давай древня призовем правда он сейчас скорее всего я бы на его месте призвал маленького фингуса и застрелил бы нашего древнего но он призывает опять плотаядного фингуса понимаю понимаю тебя здоровье 38 у нас здоровье поменьше прямо скажем но я сейчас начну его настакивать себе для этого то я и взял сюда две хилки потому что вот не исключено что с этим фингусом мне придется именно обладаться в количестве здоровья так теперь наверное слушайте наверное пчела сначала да так этим в атаку уйти бесполезно он просто его заблокирует да и все как бы ну понятно что будет поэтому смотрим что он сделал он сделал обычного фингуса и наверное да минус древень ну это логично кстати специализация у него не сработала его маленький фингус не выжил вот эти большие конечно они навлазили но как-то мне не очень страшно если честно давайте-ка мы разыграем вот эту карту и отправим нашу пчелку в атаку нашего шерстня пусть он начинает уже по чуть-чуть снимать там жизни так надо было мне полечиться но я вот поспешил о как он своим отросточком пощекотал неба молодец а это кто такой видел я таких хищный фингус два атака семь причем атаковать он все равно не может а ну это видимо блокировать когда он будет блокировать наверное создание он сможет да там урон наносить наверное я так думаю так давай мы тебя призовем и полечимся нормально чуть-чуть здоровья вор не приходит а то бы я уже шершню бы дал а то у него карты есть но вот ну к сожалению тут как бы ага минус шершень добыть сейчас да и обычным добьет понимаю а он сам еще тоже будет лечиться ну это логично это логично вот он наколдовал этих тоже кустов целебных и сам начал тут себя активно ими поливать так раз два три даем яд и отправляем его в атаку правильно он же не будет блокировать его никем нет он дает ударить именно по основному своему все понял на это и был расчет на самом деле так ладно нормально пока нормально идем пока ну он тут на спамил себе да пингусов это понятно все лечится ну это как бы ожидаемая история по мне то он не будет стрелять по герою интересно он стесняется или чего эфирный урожай мне бы хорошо зашел но вот чего нет того нет как говорится делаем так вызываем обычную пчелку давайте дадим ей жизни чтобы она пожила а хотя будет она жить неизвестно еще да мы можем просто потратить эту штуку и давайте мы полечимся лучше мы полечимся и мы можем кстати пчелку принести в жертву просто колоду как-то взбодрить посмотреть что там нам придет симбиоз пришел вор пришел вор пришел сыграть не могу к сожалению симбиоз пока рано мне кажется играть ну и вот он погнал вот этими ребятами постреливать по герою ладно нормально нормально пока я настаиваю что все идет более менее опять же не идеальный заход карт но идеального захода карт карточной стратегии мне кажется это конечно бывает но это крайне редкая история и сетовать на это говорить ну вот если бы у меня зашли карты так ты выиграй когда те карты не зашли когда они зашли то что тут выигрывать если все идет по плану здесь ничего сложного так 7 7 у нас надо подумать как этой семеркой распорядиться ну призвать мистического шершня как-то совсем банально да выглядит может мы лучше вот сюда вольем немножко или немножко атаки и дадим ему вора и отправим опять бить хотя он наверное закроется я бы на его месте каким-нибудь малышом закрылся и прям вот не расстроился бы тем более у него должен быть хороший шанс на то чтобы малыш воскрес да смотрите он так и делает ну неплохой да и он вот не умирает маленький фингус первые ну как до этого они умирали а тут смотрите-ка нет держится жалко что не ударили не украли карты тут не столько даже урон сколько лучше карты не украли смотрите какой задорный атакует героя плюет в него со всех сторон ну спасибо друзья мои лучше поздно чем никогда я с вами согласен вот тот самый случай ну мы древние набаваем сами полечимся древние набаваем ну смотрим с какой вероятностью и частотой у него будут срабатывать его специализации ну вот погнали срабатывать на самом деле не знаю будет ли это на постоянной основе или нет но пока проблем вот с такими штуками не возникает у этого товарища так эфирный урожай это вот кстати очень неплохо что у меня есть по герою продолжает стрелять у него 46 жизней у меня 26 еще хилочка приходит тоже кстати говоря неплохо ну-ка давайте-ка мы шершня призовем дадим еще одну хилочку ну и полечимся ты в атаку иди тебе че стоять ну давай давай топай во всяком случае мы так занимаем вот этого фингуса до маленького он никакой гадости не делает ну и он отказывается умирать это короче новая разновидность витальских фингусов бессмертные фингусы известные а будет он шершня моего убивать или нет вот кому ворота надо было давать да ну кто бы знал кто бы знал что так все сложится ладно ничего мне нравится что он не пытается по нему стрелять вот это мне нравится так и кстати неплохой момент чтобы симбиоз наверное врубить вот это разыгрываем симбиоз разыгрываем сколько у нас ну и у нас жизни почти как у него стало нормальная тема а сейчас у нас жизни будет больше чем у него мы полечимся три раза слушайте да ну вот это конечно грязь как такого витала убивать который себе столько здоровья настакал и у него предположим что стоят древние вот эти вот низкоуровневые и просто блокируют все твои атаки ну вот то есть это реальная же грязь так ну тут очередной раунд какой четвертый уже четвертый раунд снова бессмертный фингус держит удар все в порядке у него то есть он как бы демонстрирует полнейшее презрение к опасности так а будет вообще начинаться шторм то эфирное возмущение просто я готов все если кто то ну у кого то какие то сомнения так то я к нему готов по полной программе да тут есть эти ребята которые плюются но это все мелочи жизни ага еще пришли шершни да так мы сразу двух и призовем нам ты чё нам то нормально сейчас мы по тебе будем вообще нормально урон вносить нашими вкс коми военно-космические воздушно-космические силы так пожертвовал бы с удовольствием океем но я не хочу жертвовать мистическим шершнем это как-то жестко пятый раунд противоборство древняя и фингуса и наконец-то древень побеждает вы посмотрите это случилось ну тяжеловес победил легковеса все нормально это рано или поздно должно было произойти мы бы хотели чтобы произошло это пораньше оппонент хотел чтобы произошло это похоже так ну мы сейчас кстати будем одними шершнями по нему вносить девятку урона за раунд ну то есть я понимаю что будет супер увлекательный но если вот кто-то знает способ как вот этого товарища было убивать быстрее вы мне пожалуйста расскажите потому что у меня даже идей нет на этот счет просто не малейших идей вот бесполезная сейчас для нас штука приходит почему потому что ну тут яд есть а эти ядовитые от природы шершень поэтому мы что просто лечимся потому как возможно нам придется именно тягаться в устойчивости перед эфирным возмущением ну и жизни нам пригодятся в этой связи ну давайте все в бой у древня новый спарринг партнер такой же маленький юркой посмотрим насколько удачливый нет это вообще неудачливый это сразу откинулся интересно какая процентовка у оппонента на срабатывание специализации жалко что не пишут я читал что чем выше уровень игры тем выше процент вероятность срабатывания вот таких вот специализаций но хотелось бы видеть там цифру сколько там 80 процентов 75 я не знаю 60 ну просто тут 4 раза подряд сработало до этого пару раз не сработало и тут тоже не сработало так что пока это все выглядит я не знаю там процентов на 60 вор изумительно вор для нашей птички одной из наших замечательных птичек тут короче все сразу же нажали пока наша и это анимация если что максимальная стоит это в игре встроено это никакой не чит-энджин вот такая анимация о смотрите большой пошел сопротивляться нашему древнюю но и у большого то получилось так карта мы сейчас потылим вот оп нет карт хорошо все это прекрасно что карта у него нет сейчас у нас честный бой идет мужик на мужика тяжеловес на тяжеловеса и начало его осталось за фингусом ну и здесь мне кажется уже просто какие-то отчаянные попытки нам противодействовать противостоять где мои бойцы я мне даже ну я не могу приносить жертву вот этих ребят они все полезные во вот тебя я могу поднести в жертву с чистой совестью я вот честно вам скажу просто с чистой совестью ну просто мне возможно вместо него придет что-нибудь повеселее пришло мне пришло второе же такое заклинание но кстати неплохо я вызову еще раз этого товарища и тут же его принесу в жертву да ну то есть прям оборачиваемость колоды в наших руках она прям возросла многократно и еще приходят ребята ну давайте мы еще одного мистического призовем и всеми кем можем пойдем в атаку этого придержим не будем призывать почему потому что ну его иначе убьют с высокой вероятностью а нам надо им жертвовать будет в следующем раунде так что пока так снова спеца сработало два из двух в данном случае карта у него одна есть в загажнике но сейчас не будет вроде и есть а вроде и нет да ну и все равно обратите внимание при том что мы уже несколько раундов по девятке урона ему вливаем у него очень вяло жизни отнимаются ну и вот оно эфирное возмущение ну и сейчас и по нам начнет долбить да ну и я так понимаю оно уже идет в какой-то прогрессии то есть она не по единичке будет бить а с каждым раундом расходиться все бодрее и бодрее ну в общем здесь сомнений то что я выиграл нет тут как-то прям все уже стало очевидно в этом смысле так ну тут давайте как я и говорил будем действовать смотрим что нам еще придет еще пчелка приходит это замечательно пчелка мурада шершень шершень можно кстати и в жертву принести до обычного давайте может что будет пободрее лечение будет совсем бодрый короче ну ладно давайте мы вот сюда еще вольем усиление так и симбиоз я думаю сейчас зайдет прям ну мы все равно это сыграем но мы уже я у короче их в интерфейсе героя не буду пропускать их использование потому что ну вот смотрите сейчас у нас сколько будет жизни мне считать лень но вот 83 да сверху прилипло да 5 у меня 6 у него в общем тут исход очевиден как мне кажется три раза подряд я прям считаю чтобы не забыть но у нас появился еще и мощный драдин мистический товарищ который семерочку вписывает и того сколько 13 урона мы ему за раунд наносим плюс сейчас еще возмущение по нему бабахнет ну то есть я думаю что раунда 2 и победа будет одержана а это конечно ну я надеюсь что своими искроменными не боюсь этого слова комментариями я скрасил ваши ожидания победителя в этом бою но это жесть вот правда это реально очень жестко по времени по затратам это конечно слушайте ну все короче я ничего не буду играть я просто погнал просто погнал всеми бить и ждать возмущения достаточно все не сработало да это с какой попытки четвертый раз был да я сбился просто подсчет вроде да вроде четвертый еще один ударит да да ну в общем последний раунд должен быть следующий и это хорошо потому что это я уже устал от противоборства с этим пингусом если еще парочка таких встретиться то конечно это будет не очень хорошо это у него еще нет симбиоза собственного да он только у нас ну вообще пишите что вы думаете по поводу вот такой честной тактики использования такого раскачивания здоровья и игры от этого ну я постараюсь если честно на самом-то деле крайне редко к такому прибегать можно было только одного отправить седьмого что-то я увлекся так тут кстати специалист а это сразу по героям бьет понятно постараюсь к такой тактике прибегать пореже ну потому что это жесть как скучно так заклинание еще одна матка пчел и травяная змея такой у нас не было единичка эфира вот это уже приятно первый удар кровопийца каждый раз когда травяная змея наносит боевой урон герою противника силу и здоровье травяной змеи увеличивается на 1 любопытно уровень сглаз специализация противника срабатывает с меньшей вероятностью вот это неплохо кстати говоря обучаемость опыт возрастает на 15 контроль эфирное возмущение для героя задерживается на два хода для противника наступает на два хода раньше это круто кстати для вот этой нашей тактики это вообще такой крутяк но мне кажется из глаз хорошо то есть у нас уже есть контроль по мере прокачки моего будем продвигать сглаз я беру здесь смотрим что такое свиток пылевой бури артефакт свиток пылевой бури 5 зарядов ход активации 2 интервал применения 2 под активации 2 это значит второй не раньше второго колдовство пыль все создания не могут атаковать до начала следующего хода все и мои его или или только его вражеские не могут атаковать так и он у нас до в артефактах ну и там в интерфейсе боя я вам показывал да где-то окошко под артефакт ну и у нас появилась первая замерзшая плана супер сейчас мы потестим как я уже и сказал пчелок и так ржавые притащили в лес своих монстров непонятно куда же подевался хранитель рощи на это неплохой вопрос мне кажется самое время им задаться так челки челки-пчелки у нас их три слушать а мы знаете что сделаем я не знаю это может быть прямо совсем жестко совсем и так не стоит делать так а тут нам же тут еще лес нужен да вот это нам наверно не нужно челка пчелка не пчелка змейка нам нужно и нам лес нужно куда-нибудь поставить вместо здоровья или вместо вот этого товарища к примеру 3 эфира матка пчел то есть они тоже могут танками выступать на них регенерация 2 ну ладно я думаю что там какой червяк 2 уровня мы его должны побеждать такой вот экспериментальной вообще колодой собранный на обум оздоровление нужно вот не 2 оздоровления я вот если честно не уверен по идее он может память там каких-нибудь ребят своих и пытаться меня обижать давайте-ка я вот так лучше сделаю или лучше второй лес или лучше второй лес не мы затащим без леса я верю но разница в уровнях да не может он меня пока не может победить как знать как знать лес не пришел есть отличное начало зато пришел эфирный урожай это радует смотрим что будет делать червячок ничего не будет делать он расстроился не знаю обиделся так мы можем призвать матку пчел так сейчас у нас будет два эфира да давайте мы сразу призовем еще и н то у нас будет еще два эфира и у матки пчел там какой-то принудительный призыв был я помню порождает пчелу принудительный отдых заплатить две единицы эфира призвать пчелу воина но сейчас она не может поскольку она отдыхает после призыва правильно я понимаю видимо так ну и хорошо что-то червячок какой-то вялый так а матка пчел она не может атаковать ну да то есть она может только танковать да по случаю ладно а мы так а мы вот так и теперь мы вот сюда заходим тебя в жертву раз на тебя накинули там этот дебаф который снимается за три эфира дороговато и снятие дебафа ну все пока отходились нормально пока нормально врагу ничего не делаем но если что можем ответить ему то что лес не приходит с одной стороны не очень хорошо всегда атакует регенерация один так с одной стороны не очень хорошо что лес не приходит другой стороны у меня уже есть ребята которые могут блокировать плюс мы можем вызвать вот такого товарища ну и вот это я не имею права наверное использовать поскольку мне нужно мана да наверное да слушать ну и хорошо постоим пропустим ход час мы немножко крит массу накопим который можно будет бросить в бой защита давай попробуем не давай древнем будем использовать для этих целей матку пчел будет час кого-то призывать в общем-то методика отработано все в порядке ну с маткой пчел был бы то же самое я так понимаю только мы потратили два эфира они один в общем без разницы был на самом-то деле лес играем почему нет лес играем еще одну матку пчел играем и давайте вот здесь вызовем пчелу война так отдыхает летающие и это у нас что первый удар и он летает то есть его не блокируют земляной да вот эти вот пешеходные ребята ну отлично так если он сейчас пойдет в атаку он пойдет защита а он призвал и как раз дал мне две единички для защиты ну товарищ это ты чё ты как-то зачем ты призывал то у меня эфира не было я бы не смог блокировать или только сливать своих лету ну а так мы просто блокируем да и все никто не умирает до древние конечно в этом плане чудо как хороши можно вариант колоды мне писали в комментариях антиквар посмотрим на твои колоды кстати на что хочу обратить внимание просто по моему потрясающая картинка пейзаж просто тут эти развалины крепости которые зарастают плещом который карабкается по камням но красота плещом мухом до класс дерево изумительно так ну вот насчет колод моих вариантов пожалуйста никаких проблем вот вам вариант берем кучу древний берем кучу хилок симбиозов всего такого прочего и бафаем себе здоровье настакиваем и потом просто дожидаемся шторма который сносит все любого оппонента не очень честная стратегия я все понимаю но честная стратегия это вообще не про нас так слушайте у него что-то карт там завалялась давно вы что я наверное вот так сделаю вот так делаю я ставлю 3 единицы эфира чтобы блокировать вот этих ребяток хотя у нас лес есть но у них у всех они каждый из них лес пробивает да поехали минус две карты опа хорошо то что минус жизнь то это ладно вот минус две карты это приятно приятно и все в атаку пошли так кстати а у меня древний а но он опять таки призвал чтобы я мог и пчелки заблокировать да ну давайте проверим как блок челкой работает по идее он должен работать идеально чем бы и нет все то же самое только пчелка и за две единички эфира да все в порядке отлично кстати над головами существ вы могли обратить внимание есть щиты с циферками это вот очередность с которой они будут блокировать урон то есть вступать отыгрывать защитную фазу то есть мечи с циферками это очередность атаки атакующей стороны щиты с циферками это очередной защиты кстати 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 говоря давайте немножко здоровья бахнем только над был сначала змейку призвать ну это вот да Не сообразил Змейку призвали Угу Так Тебя в любом случае в атаку Блокировать тут нужно, да? Нужно, по идее Нам бы древние еще Змейка, насколько я понял То есть она бьет, когда по Герою Она будет прибавлять плюс единичку силы и здоровья Но тут проблема в том, что она по герою бить не будет Но ее как бы заблокируют и убьют У нее 1-1 То есть змейка нужна, чтобы она приходила в начале боя А пока смысла, ну точнее не пока А вот так смысла-то в ней немного Древние вызываем Супер 4 маны Ну, наверное, конец фазы, да? Карты продолжаем воровать Здесь готовы блокировать Трех готовы блокировать, да? Четырех не можем А вот теперь можем Красавчику, что ты, конечно, их призываешь Прям вот Не дать, не взять Ма-ло-дец С другой стороны Есть проблема, что Что у него становится их все больше Я их-то не убиваю Никим Слушайте, вот червяк Второго уровня, да? Казалось бы Не сказать, что прям у меня с ним колоссальные проблемы А мы можем пчелку же выжить, да? Прямо сейчас Хорошо Не сказать, что прям колоссальные с ним проблемы Но Некоторые проблемы с ним есть Так Пчелку я вызвал А у меня сейчас древень отъедет после этого Я два эфира-то потратил Ладно Ладно Ничего страшного Зато пчелку призвал Это же всегда приятно Призвать пчелку Так, ладно, ладно Что мы можем? Мы можем, кстати, призванную пчелку В жертву-то и принести Почему бы и нет? Так Еще один симбиоз Тебя в атаку Мистического давайте вызовем Три единички Да, ну две-то мне надо оставлять Чтобы блокировать вот этих То есть вот этих Слушайте, ну больно они все равно мне Если их вообще-то не блокировать Прямо совсем-то Ну можно симбиоз полдануть Жизни и будет куча Я наделаю с этого Да, можно разочек и затерпеть Правильно? Да, давайте я симбиоз дам Две единицы останется На самых страшных Думаю, что так Думаю, что так А потом у нас еще урон появится По врагу от мистического шершня Ну, в общем, да Мы здесь выигрываем Но Ну вот опять же, да Не скажешь, что прям совсем Без вариантов для оппонента Опа Здрасте, приехали Но это я сниму Это я сниму Даже вот можете не Думать Да, конец фазы Девять урона у нас героиня получит Но ничего Она у нас крепкая, барышня Она выдержит Я в нее верю Я в нее верю Почему-то В этом смысле Так, шершня нам надо Реабилитировать В смысле реанимировать Тебя еще вызовем Давайте Это для нас все же бесплатно Как мы знаем, да Так, здесь Снимаем эту историю В атаку В атаку У нас 5 единиц То есть От 4 мы защищаемся Ну, наверное, это да Наверное, так и сделаем А тут сколько урона, кстати Эх, не хватает, да Если я сделаю баф Единичка жизни останется А фингуса на этот случай То у нас как раз И нету Ну ладно Нету и нету Не будем сильно переживать Следующий раунд Последний В этом бою Ну что же А еще знаете Что мне интересно Я читал тоже Что выпадение Карт Рандомное То есть Вот когда мы Выигрываем бои Варианты По картам Которые нам предлагают Они Ну вот Могут быть Различными Но при этом Там не написано было А вот Сила этих карт Она какая-то Стандартная Или Так Я забыл Кого я блокирую Вот это Кого блокирует В общем Заобщался, да Заобщался Так Ну ладно В общем Скорее всего Кого-то не заблокируют Ну так вот Сила этих карт Она стандартная Или Вот они могут быть Сильно разные Там какие-то Совсем простые А какие-то Прям модные Модные К сожалению Я этого Ну не знаю Может каким Ну как Это можно узнать Как это сказать Эмпирическим путем Че я всех заблокировал Что ли Обалдеть Можно узнать Эмпирическим путем Когда ты просто Пробуешь Да Это сделать Да и все Так Шершни Давайте Погнали Все заканчиваем Не могу сказать Что я прям В восторге Если честно То есть да Понятно Как это работает Зачем это нужно Но как-то Что Ну как Как правильно Сказать Могло быть Как-то и помощнее Что Тут Какой-то Какой-то Еще Товарищ Прыгун Уровень 5 О Это интересно Тут что Святыня знания В этой святыне Вы можете Изучить Новую Специализацию Друзья мои Сейчас мы Что-нибудь Изучим Неуязвимость Экономия зарядов Понятно Неуязвимость Так Герой имеет шанс Избежать урона При магической Атаке Во время Сражения Да Определенно Это лучше Чем экономия заряда Так И там у нас Прыгун Пятого Уровня В общем Одна змейка Мне кажется Она наверное Хорошая Но она нужна Не одна Пчелок Мы убираем Так Что еще Мы делаем Это мы Пожалуй Что Оставляем Да Так Друзья Одну секундочку Я отлучусь Сделаю монтаж Надо мне Откашляться Что-то Захотелось Я снова С вами Вроде Ничем И не болею Но Когда постоянно Нон-стоп Говоришь Бывают Такие истории Слушайте Я ни разу Эфирную Подпитку Не играл Две единицы Эфира Принесет Жертву Создание Получить Два Эфирных Каналов Вообще Это Прям мощный Буст На старте Кинуть То есть Мы Рано Ее Можем Сыграть Но Пока Мы Это Будем Проворачивать Несколько Раундов Пройдет И нам Надо Терпеть Терпеть Просто Такой Оппонент С которым Тоже Прям Эксперименты Экспериментировать Наверное Не очень Хочется Да Эй А что это у меня За лес Стоит Бракованный Вы мне Почему не Подсказали Будут Комментарии Что Да мы тебе Подсказали Но Слушайте Я не купил Сильный лес Что ли Я лес Забыл Купить Нет Подожди Как это я лес Забыл Купить Вот он Не мог Я Да Все Все в порядке Не мог я Забыть Купить лес Но Вот Это Конечно Было Мощно Вот Это Вот Поставить Бутафорскую Защиту Которая Не работала И главное Внимание Жене Обратил Так Ладно Или Я сейчас Я только Поставил А до этого Был нормальный Видимо Так И было Так Этих Мы убираем Эту мы убираем Надо думать Подождите Надо мне подумать Сейчас Быстренько Лес Лес Нужен Вор 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 Пчелы Пчелы Думаю Что нужны Пчелы У меня Это вообще Получаются Какие-то Такие Основные Пока Юниты Которые Решают То есть Мы Не по земле Проходим А по Воздуху Может быть Родничок Эфирный Тоже Может Помочь Того У нас Вот Такое Вот Воинство Да Слушайте Нормально Нормально Давайте Пробовать Что Что Тут За Оппонент Прыгун Пятый Уровень Возрождение Это Мы знаем Плавали Знаем Возрождение Ну Попробуй Повозрождайся С нами По Характеристикам Так Равный Бой Лес Пришел Изумительно Это Прям Очень Важно Ну Да Сейчас Мы Терпим Потому Что Ну Потому Что А потом Мы Делаем Лес И По крайней Мере Такие Ребята Нас Базовые Уже Не Атакуют Так Сразу Пришло Куча Созданий Эфира Какой Ни Роднячок Мне А вот Такие Уже Ребята Атакуют Да Но Опять Я Вынужден Принимать Урон Просто Вынужден Ладно Ничего У нас Есть Ресурсы На То Чтобы Такой Урон Попринимать Здесь Мы Вызываем Паренька И тут Он Уже Может Нас Прикрыть Очень Хорошо Уже Неплохо Единичка Эфира Есть Под Это Дело Поэтому Мы В принципе Готовы Так Будешь Усиливать Кого То Нет Нет Ага Ну И Ладно Ну И Хорошо Так Мы Я Думаю Что Хотя Носить В жертву Смело Потому Что На Нее Он По Мне Почему Не Бил Удивительно Он На Меня Кинул Лишение Силы Это Минус Шесть Силы Зачарованного Создания Ну То То Есть Это Забей Таким Пользоваться Так Делаем Наверное Ну И И И И Можно Конечно Симбиоз Но Рано Для Симбиоза Просто Пропускаем Ход Просто Сливаемся Благо Сейчас Уже Есть Кем Блокировать Спокойно Во Во Давай Раскачивайся Молодец А зачем Он Накинул Ну Понятно Почему Он Не Пошел То Он Понимает Что Я Буду Блокировать Ну Зачем Было Вот Это Тогда Колдовать А Ну Место В Руки Освободить Логично Да Я Что Ж Так Делаю Все Логично Короче Все В итоге Нормально Так Ну Ка Иди Дай Ему Там По Щам Он Что Как То Себя Не Очень Ведет Вот Такого Паренька Мы Разыграем Ну И Оставим Да Мы Немножко Эфира Есть Есть Нов О Сильный Есть Грабитель О Он Ворует Заклинания Этого Надо Блокировать Прям На Безальтернативной Основе Слушайте 4 Здоровья Да У него А мы Можем Вот так Сделать 4 Здоровья У тебя И Попробуй Нас Блокировать Мы Посмотрим Как У тебя Это Получится Так 2 Единички Нет 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 Пожалуй Пусть Буду Лучше Перестраховываться То есть Пока У нас Тут Не сказать Что Мы Добились Каких Супер Успехов Поэтому Просто Перестраховываюсь Можно Было Сыграть По идее Но Опа А вот И лишение Силы Добрый Вечер А А вот И наша Карта Которая Позволит Нам Таких Созданий Списывать Которые В общем То Ну Скажем Так Просто Занимают Место На Поле Боя У нас Снятия Заклятий Нет О Эфирный Урожай Изумительно Мы Можем И жертвовать Теперь И у нас Есть Эфирный Урожай Который Будет Нам Ману Генерировать В смысле Эфир Да Часто Я оговариваюсь На этот счет Но тут уж Тут уж Извиняйте Просто Мана Привычная Для меня В этом Плане Ну И я Не Атакую Потому Что Тут Смысл Отковать Не Было Ну Вот 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 Поэтому Потому Что Не Ну Отковать Даже Не Отковать Не Был Потому Что Их Убили Был С Ответ Ну Что Мы Призываем Шершня Вот Так Под действием Заклятий Ну Ладно Не Суть Лес Еще Пришел И Вот Эта Штуковина Ну Так Вот Я Могу Полечиться Но Тогда Будет Мало Эфира И Я Троих Уже Не Сблокирую А Если Он Еще Одного Такого Призовет Который У меня Карту Пройдет Из Руки Зачем Нам Так Проблем Мне Кажется Что Не Надо Просто Мы Дожидаемся Пока Наш Шершень Приходит В себя У него Я так Понимаю Ресурсов Каких Инструментов Чтобы С ним Бороться Нет И Даем Ему Вора И пусть Он Атакует То То Он Видя Что Мы Готовы К Его Атакам Никого На Нас Не Засылай Молодец На самом Деле Получай Две Карты Мы У него Сейчас Эти Отнимем Так У нас Что Можно Пожертвовать Так А вот Тут Кстати Давайте Мы Просто Тут Не Очевидно Кого Мы Будем Жертвовать Вот Сейчас Шершня Или А Вот Старый Древень Я С вашего Позволения Все Равно Развернусь Перестрахуешь Как Говорит О Нормально Симбиоз Пришел Замечательно Можно Кстати И Сыграть Почему Бы И Нет Все Поехали Отнимать У него Жизни По Чуть Чуть Главное Что Мы Новые Карты У него Забираем Теперь То Уже Понятно Что Ничего Он Там Особенно Не Накопит Ну Что Теперь Только По Идеи Вопрос Времени Чтобы Его Добить Вряд Ли Он Что Прям Тут Такое Придумает Вера 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 Нет Так Ты Продолжаешь Карты У него Отнимать Можно Кстати На тебя Еще И Кинуть Такую Почему 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 Нет Поехали Потихонечку Никуда Не торопясь Будем Прыгунов Давить Изничтожать Друзья Мои Напишите Мне Еще Знаете Я Вначале Рассказал Новенькие Кто Только С демиургами Знакомится Информация Про То Что Здесь Не Две Компании А 5 Она Вас Порадовала Или Нет Как Вы К Отнеслись Ну Просто Не Однозначная Информация Правда Так Здесь Вот Сюда Баб Залетает Здесь Давайте Что Ли Тебя И Пожертвуем Угу Ну Наверное Пчелку Пчелку Еще Одного Древня Ну И Наши Вооруженные Воздушные Силы Погнали В Атаку Отлично Тоже Конечно Какая То Имбовая Штука Да Что Летающих Могут Заблокировать Только Летающие Ну То 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 В В Обозримой Перспективе У врага Свои Свои Летающие Появиться Ну Иначе Как То Это Странно О Новый Вариант Очищающая Жертву Пожертвовать Создание Снять Указанные Чары А с кого Он снял Что-то Внимание Не обратил А вот Отсюда Да Снял Отсюда Снял Чары Похоже На то Единички Урона Нам не Хватит Да Чтобы Его Победить Хотя В смысле Не хватит Конечно Хватит Мы сейчас Всеми Пойдем В атаку А Стоп Всеми Пойдем В атаку А он же Тогда Может Воскреснуть Еще Мне тут Перекрошат Моих Древний Половину Ну-ка Давай Мы тебя Уберем Родничок Сразу Сыграем Ну и Все То есть Мы его Убиваем Там Воскресает Он Стоять Воскресает Он Или Нет Мы Увидим Но В общем В любом Случае Нормально Так Вот Это Мы Разыгрываем Естественно Смотрим У нас Да Есть Шанс Заблокировать Уменьшить Вероятность Его Обилки Ну Не знаю Сработала Это наша Способность Или нет Но я вообще Ни разу Не видел Чтобы они Воскресали То есть Если Новую Карту Кстати Мне дают То есть Если мы По Как их зовут Этих Ребяток Там По Фингусам Видели Что у них Нормальная Обилка Работает С нормальной Частотой Это тут Тяжело Сказать Мантис Ух Цена 6 единиц Эфира 4-4 Вампир 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 Это если я не ошибаюсь Когда он бьет Вот только я не знаю По Созданиям противника Или по герою Нужно ударить И вот эти вот Жизни Которые он Отнимает Он Дает герою Нашему Нашей Виталочке Испуг За принудительный Отдых И одну единицу Эфира Заставляет Отдыхать Указанное Создание Эта способность Не может быть Использована В фазу защиты Понял 200 опыта Понял Понял Так Ну что друзья Давайте мы Какой-то бой Еще проведем А вот как раз Наверное и вариант Какой бой Мы можем провести Целых два Новый вид магии Это интересно Гигантский Фингус Пятый уровень Фингус Фингус Магнитный прыгун Четвертый уровень Слушайте Ну давайте Это будет Магнитный прыгун Так вот Мы проводим бой Проводим бой И что делаем И прерываемся И вторую серию Заканчиваем То есть И так Она вроде По хронометражу У нас получается Нормальный Журнал событий Там можно посмотреть С кем бились С кем боролись Где это было Прикольно Кстати Так Ладно Что по колоде Идем мы К прыгуну К магнитному Но в принципе С прыгуном У нас неплохо Получилось С этой колодой Да Она может быть И не очень Быстрая Как бы Но Вот эфирную Подпитку Я бы вместо Чего-нибудь Взял Вместо чего Вместо древня Вместо пчелы Меньше урона Будет Слушайте Но Может правда Вместо пчелы Попробовать А давайте А давайте Попробуем Ну У нас же Сильный Оппонент Самое время Попробовать Да Так Тоже у него Специализация Возрождения Мы принимаем бой Кричали они О какой ландшафт Прикольный И тут же он вызывает Пару ребяток Которые идут в атаку И дают нам Че они нам дают Понимание того Что Можно бы Как-то побыстрее Реагировать На события В этом Замечательном мире Так А мы сейчас Призовем Древня Да Старого Правда Без эфира Он Ну Хотя Мы можем Заблокировать И мы Без эфира Одного Атака Один Не страшно Все Поменьше урона Получим Так Ну Родничок Сыграл Во всяком Случае Лес Нужен Да Вот Противник Еще Призов О Два Три Ходить То Будет А Или я Уже Хожу Все У меня Ход Нет Или Да Да Фаза А Мне Не хватает Ни на Кого Ага Я Понял Ну Надо Наверное Идти Атаковать А там Терпеть Че Делать Не Подождите Если Мы Пойдем Атаковать А там Будем Терпеть То есть Тут Мы Убьем Вот Такого Плохенького Маленького А так Мы Сможем Заблокировать Вот Этого Да Не Давайте Кому Передадим Ход А он Еще Одно Призывает И Всеми Пошел Лес Нужен Лес Необходим Лес Просто Необходим Слушайте То есть Вроде Как бы Они Четыре Нанесли Да Они Не Сказать Что Прям Очень Страшно Но Мы Зато Убили Одного Из Его Прыгунов Это Неплохо Так Прыгунов Но Мы Убили Но Карты Приходят Не Те Так Давайте Вот Это Разыграем Мы Делаем Делаем Тоже Ход Будем Блокировать Еще Один Пришел Пожертвовать Создание Уничтожить Указанное Создание А Вот Как Это Работает Жертвуешь Твое Создание Уничтожаешь Указанное Создание Слушайте Это Жестко Вообще То Пока Все Выглядит Так Что Не Очень Как Смотрится Лес Мне Нужен Мне Лес Правда Вот Сейчас Он Мне Нужен Это Вообще Промолчать Леса Нет Есть Возможность Немножко Полечиться На Двоечку Это Выглядит Как Просто Отстрочка Да Ну а Я Сделать Ничего Не Могу Слушайте Против Него Надо Было Два Леса Ставить В Колоду Сейчас Я Еще Урон Получу Да Он Карту Получит В колоду Призовет Еще Кого Нить Они И 6 Они Сразу Идут В Бой Неприятная Ситуация Магнитный Прыгун Значит Да Ну Что Лес Дайте Мне Дайте Мне Лес Нет Не Сегодня Говорит Игра Лес Будет Но Не Сегодня Так Это Меня Не Спасает Это Мне Ну Как Бы Так Это Мне Что Да Дает Возможность Одного Заблокировать Плюс Я Чуть Чуть Здоровья Себе Накидываю Но Это Просто Отстрочка Пока Выглядит Именно Так О И Блокировать То Надо Конечно Вот Этого У Меня Остается 5 Жизней А у Меня Опять Жизней Да После Этой Атаки Занятно И он Продолжит Вых Вызывать Слушайте Ну Сюда Короче Нельзя Нападать Без Двух Лесов Это Ясно Ну Ну Как Нельзя Можно Но Тогда Тебе Должен Лес Зайти А он Нам Не Заходит Давайте Мы Дадим Симбиоз Тоже Отсрочка Да Своего рода Ну То есть Цепляемся За какую-то Возможность Жертвуем Нам Придут Две Карты Да Уйдет Пчела Но Мне Нужен Лес Где Мой Лес Вот Он Есть Лес Есть Лес Есть Эфирная Подпитка Разыгранная Есть Парень Который У меня Сворует Две Случайные Карты Нанесет Урон Но Мы Живем Но Мы Живем По крайней Мере Так Минус Один Сейчас Такого Уже Да Призовет Нет Нанесет Урон Вот Так Ясно Кого Призывает Нет Обычного Это Не Атакует Ладно Эй А вы А вы Как Атакуете Или Он Лес Снял Это Очищающая Жертва Снять Указанные Чары Да Красиво Красиво Вот тебе И лес Минус Две Карты Очень Красиво Слушайте Прям Взял Мне Ух Ты Ну Все Да Это Все Правильно Ничего Не могу Сделать Но Могу Полечиться Могу Полечиться Но Это Ничего Не Изменит Ладно Ладно Да Занятно Слушайте Вот это Он Мне Вернул Меня На Грешную Землю А то Что-то Я тут Расхарахорился Такой Я иду Без Потерь Выигрываю Всех Побеждаю Так Сказать Карты Новые Тестирую Да ГГВП Для Магнитного Прыгуна ГГВП Так Ладно Ладно Два леса Да Даем Даем Два леса Хорошо Что И еще Мы даем Родник Оставляем Пожалуй Слушайте Ну в остальном То Неплохо Старый Древень Нужен ли Он Мне Старый В том то и Дело Может Что Мне Нужен Молодой Давайте Вот так Попробуем Змейка Ну поставить Змейку С тем Расчетом Что Она Сразу Придет Ну Такая Себе История Да Прохладная Ну и Потом Вот Пришла Она Сразу А он Призвал У нее Первый Удар Да Он Призвал Не Вот Этого У которого Два Здоровья А того У которого Три Здоровья Прыгуна И что И что Он Тут Змейку Эту И Вырубил Да Давайте Вот так Попробуем Два Леса Но Ничего Не Изменилось Ясно Так Вечер Перестал Быть Томным Окончательно И Бесповоротно Призвали Одного Маленького Паренька Но Он же Сейчас Продолжит Тут Спамить Своими Ребятами Угу Ну И опять Я не имею Права Блокировать Просто Я должен Терпеть Я должен Терпеть И я не имею Права Призывать Вот этого Потому что У меня Не будет Маны На блокирование Ну Давайте Я Урожай Эфирный Сделаю От этого Толк Какой-то Будет Но у меня Маны На блокирование Нет Ну Ладно Нужно Еще Впитать Урон Значит Ага То есть Сейчас Он будет А ничего Что у Синтета Мои карты Вообще И у Прошлого Были Прыгу на Мои карты У этого Он никого Не призывает Так Ладно Сколько У меня 12 Жизни Остается Понимаю Принимаю Эту Историю Но сейчас Дела Повеселее У меня Пойдут Сейчас У меня Будет Эфир Я Его Смогу Как-то Применять Куда-то Даже Три Две Надо Оставлять Определенно Давай Симбиоз Сделаем Чтобы Как-то Хоть Как-то Более-менее Адекватно Потратить Карту Так Да И тут Мы Ничего Не Тратим Тут Все Правильно Все Нам Надо Создавать Ребят Которые Будут Нас Оборонять Это Ясно Наращивает Количество Каналов Ага Так И тут Он Выдержался Что-то Делать Слушайте На самом Деле Я могу Сделать Вот Так И пойти Им В Атаку То есть Да Понятно Мы Никого Не Вызываем Но Если Он У меня Будет Пытаться Блокировать Я Убью И У Меня Один Паренек Есть На Блокировании Если Он Призовет Кого Посильнее Да Он Пытается Блокировать Хорошо Ну То То По Крайней Мере Какая Это Борьба Завязалась В Прошлом Бою Как То Он Меня Дел Причем Борьба Завязалась Без Леса Обратите Внимание Он Снимает Да Снимает Чары С нас Вот Эти Усиления Ну И И Не Страшно Слушайте И Не Страшно Я Вызываю Во-первых Шершня Слушайте А почему У меня Экономия Зарядов Я Не Переставил Что Специализацию Елки Пал Я Сказал Как Хорошо Было Ее Поставить И Поставил Да И Не Переставил Понятно Зато Заряды Экономятся Ну И Мы Кстати Можем Пойти Пару Единицу Урона Ему Вписать Хотя Слушайте Пару А блокирует Кем Мы Будем В Следующем Раунде Он Сразу Пойдет В Атаку Так Ладно Не Подумал Слегонца Я Над Этим Вариантом Смотрим Что Он Будет Делать Да Что Он Будет Призывать Он Будет При чем Будет Призывать Парня Который Ой Которого Бы конечно Блокировать Но Он Не Атакует А почему Он Не Пошел Атаковать Потому Что Испугался Шай Пчелки Буду Блокировать Да Вот Я Если Честно Не Собирался Так Ладно У тебя Что Карта Очень Много Дружочек Давай Ка Мы Уменьшим Количество Призовем Еще Одного Древнего Все Нам Есть Кем Блокировать В этом Плане Вопросов Нет Ну Вроде Пошли Дела Кое Как Слушайте Вроде Б Неплохо Карты Начали У него Воровать Есть Кем Подставляться Здесь Я Уже По крайней Мере Вижу Какой То Ну Не Свет В конце Тоннеля Даже Но Если Он Ничем Не Удивит То Я Вижу Нашу Победу А Там Поглядим Как Это Будет Выглядеть Ну Он По нам Бахнул Ну Пытаться Атакующими Заклинаниями Победить Витальскую Женщину Это Ну Если Он Продолжит Прямо Умис Спамить Подряд Подряд Но Во-первых К нам Сейчас Рано Или Поздно Придет Лечение Так Вот Что Я Хочу Сделать Вот Так Вот И Лечение Да Пусть Будет В руке Ты Летишь Так Три Единички Эфира Ну Слушайте Лес У нас Есть Давайте Я Вот Это Вот Сыграю И Единичку Эфира Оставлю Нормально Так Он Там Тебе Здоровье Чуть Надел Но Это Не Страшно Кстати Говоря Карта Осталась Только Одна Карта Продолжаю Я У него Подворовывать Это Хорошо Он Снимает Что Что-то Снимает С нас Наверное Темный Лес Да Продолжает Бахать По мне Урон Смотрите Наносить Причем Делает Это Довольно Так Активно Нет Лес Оставил Лечение Он Что-ли С меня Снял Сейчас Поглядим Да Снял Лечение Это К вопросу О том Что Мне Не Очень Страшно То Что Он По Мне Наносит Да Этот Урон Как Сказать Как Сказать Ладно Мы Опять Обновим Калугу Хлегомца Здесь Родничок Здесь Начинаем Раскастовываться Вызовем Шершни Еще Одного Можно Кстати Сразу И Вот Этого Наверное Или Усилиться Нет Давайте Вот Этого Вызовем Так Тобой Пойдем В Атаку Ясное Дело Карту Последнюю Тащим Да Лечение Это Нужно Лечение Определенно Нам Нужно Ладно Карта У него Нет То есть Он Спамить По идее Вот Этими Заклинаниями Больше Не Может Атаковать По Мне Ему Некем Ну То Есть Мы Его Привели К Ситуации Когда Уже Снимает Он Что Да С Чем С С Пишут Где Нибудь Что Он Снял Нет А Он Снял С Нас Воровство Воровство Карт Ну Разумно Кстати Говоря Очень Разумно Очень Очень Разумно Мне Бо Вообще Это Бо Подновить Тоже Слушайте Ну Раз Он Снял Давайте Мы От Одного Откажемся Летуна Так 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 Здесь Мы Получаем Возможность Лечиться Хорошо Здесь Мы Усиливаем Шершня Ну И погнали Наносить Урон Урона Уже 7 Становится Так Три Единицы Оставляем Да Да Так Нормально Нормально Полет Нормальный 18 На 15 По здоровью Где-то Уже Близко Где-то Уже Рядом Смотрим Что Он Будет Делать Да То Что Он Вора Снял Это Конечно Такое Себе То Есть Он Сейчас Должен По Иде Урон Наносить Да Или Он Как Будет Должен Кого-то Убивать Слушайте Надо Перечитывать Что Это Такое Причудливый Обмен Пожертвовать Созданию Уничтожить Указанное Создание Владелец Получает Здоровье Где Здоровье А Это Он Себе Здоровье Накидывал Ну Да Здоровье Стало Больше Лес Приходит Елки Палки А Кроме Леса Как Нибудь Что Нибудь Нет Что Нибудь Пободрее Не Могли Придумать Ну Просто Чтоб Колоду Не Захламлял Руку Точнее Не Захламлял Давайте Самая Лучшая История Которая Конечно Которая Могла Прикину Ничего Ничего Сейчас Ну Так Постепенно Потихонечку 5 Здесь 4 Здесь Смотри Куже Жизни У тебя Поменьше Чем У меня На Единичку Но Все Так Призывает Еще Одного Ясно Ну Он Да Ему По Одной Карте Теперь Приходит Что Приходит То Он Вынужден Разыгрывать Использует Канал Он Себе Делает Ну Непонятно Зачем Тебе Столько Маны Ты Создание Убиваешь Тебе Че Призывать А Видимо У него Вот Как-то Тут Завязана Какая То Есть Механика Что У него Новые Появляются Ну Неплохше У тебя Новые Появляются Но Не хочу Тебе Расстраивать Но Расстрою Это Так Чтоб Ты Понимал Что У нас Будет Происходить Слушайте Ну Надо Наверное Попробовать Принести В жертву Попытаться Кого-то Выловить Не выловили Ладно Делаем Так Делаем Так Будем Наносить Побольше Урона Да Ну Поехали Ну По идее Следующий Раунд Последний Тут Как бы Не знаю Че он должен Как он должен Исхитриться Извернуться Чтобы Победить У нас В этом Плане А еще Друзья Мои Еще Есть Вопрос К вам Вот Первый Бой Который Я Этому Прыгну Проиграл Напишите Мне Пожалуйста Я Очень Сильно Где-то Накосячил В колоде Или Мне Просто Реально Не Повезло С Заходом Леса Ну То 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 Зашел Был Лес Пораньше И Все Могло Быть По Другому То Я Прям Явного Косяка У себя В колоде Не увидел То есть Обязательно Ли Когда ты Играешь С синтетами Брать Себе Два Леса В руку Или Или Есть Какие-то Другие Пути Обходные Варианты И все Такое Прочее А он Он же Может Кстати Воскреснуть Да Что-то Я Расслабился Что-то Я Расслабился Он же Может Сейчас Себе Тут Еще Жизненно Наделать Рука Такая Себя Опять Заходит Воскрешать Нечего Вот Не очень Много Да Вот Он И Воскрес Но Это Отсрочка На Один Раунд Не Очень Много У меня Получается Воинов В руке Или Опять Просто Так Заходит Не Очень Бодро Хотя Вроде У меня Четыре Молодых Древних Тоже Не скажешь Что Так Это Он Снял У меня Одно Усиление Я Понял Вот Андрей Ну Понятно Что Можно Выиграть Просто Хочу Посмотреть Что Будет Когда Мы Сейчас Его Жертву Принесем Еще Один Треб Вот Так И Будем Играть И Опять Лез Да Вот Когда Он Не Нужен Пожалуйста Сколько Влезет 14 Эфиры Елки Палки Одеть То Некуда Ну Ладно Еще Раз Ты Не Воскреснешь Поэтому ГГВП Давай До Свидания Так Формула Как вам ГГВП Давай До Свидания Неплохо Неплохо Все было Интересно Здорово Мне кажется Даже Что я Слил Ему Тот Бой Ну Как-то Это Стало Не знаю Как-то Меня Это Взбодрило Показало Что Игра По Прежнему Сложная И Интересная И Что Просто Здесь Не Будет Еще Одного Мантиса Мне Дают Кстати В Следующей Серии Надо Его Попробовать Вы Получили Новую Специализацию Возрождения И Мы Получили Новый Шестой Уровень Обучение Ну Плюс Опыт Я не знаю Я с героев Не люблю Эту Специализацию Контроль Эксперт Возмущение Хорошая Штука Регенерация Ну Нет Я Пожалуй Контроль Эксперт Эфирное Возмущение Для героя Задерживается На два Хода Для Противника Наступает На два Хода Раньше Это Очень Круто Ну Как По Мне Это Прям Очень Круто Здесь Какие-то Интересные Штуки Мы Открыли Ресурсы У нас В следующей Серии Ждет Супер Мега Бой С Гигантским Финкусом В общем Друзья Мои Будет Интересно Никаких Сомнений В этом У меня Уже Не Осталось Отличная Игра Демюрги 2 Огромное Спасибо Всем Тем Кто За нее Голосовал Кто Ее Вообще Изначально Посоветовал Что Я ее Включил В Перечень Игр Для Голосования Ну Что Ж На этом Давайте Заканчивать Жду от Вас Обратную Связь Давайте Советы Рекомендации После Первой Серии По Демюргам 2 Ваши Комменты Очень Сильно Помогли Разобраться В Игровых Механиках И Мне Кажется Сделать Такой Достаточно Очевидный И Видимый Шаг Вперед В своем Игровом Развитии Ну Что Ж Это Был Антиквар Пока